Следующий вопрос Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать следующее сообщение, заглавленное месть Ассанджа, опубликовано постановочное видео о высадке американцев на Луну. В мае текущего года команда WikiLeaks ответила на задержание Ассанджа. К слову, получился очень болезненный удар по американской исключительности и самолюбию. Было опубликовано видео, которое раскрывает, как США фальсифицировали свои полеты на Луну в конце 60-х годов. На видео американцев называют не иначе, как мистификаторами и лжецами. Насколько видео от WikiLeaks правдиво все раскрывает, мы судить не беремся, как здесь указано. Во всяком случае, в те далекие годы у СССР не было претензий к США по поводу полетов американцев на Луну. И это исторический факт. В то время бушевала холодная война, противостояние двух систем периодически обострялось. Говорить о заговоре молчания со стороны Москвы нереально. Тогда использовался любой повод, чтобы доказать преимущество именно своей системы в глазах остального человечества. Ну, человек, написавший эту аннотацию, явно не знаком с историческими фактами. Поэтому у него набор клишей-штампов, которые абсолютно не отвечают никакой исторической действительности. Если бы это было так, то мировой валютой с 70-го года, когда прекратил существование золотой стандарт и золотое обеспечение доллара, было бы рубль, что и все ожидали. Но только предательство советского руководства обеспечило то, что мировой валютой стал доллар. И советское руководство сделало очень многое для того, чтобы именно доллар стал мировой валютой. И здесь многое. Но что касается… Вот сначала ответим… Здесь как бы два аспекта. Одна – лунная афера Соединенных Штатов, а другая – деятельность Ассанжа и ресурсы Викиликс. Поэтому вот лунная афера, она, в общем-то, уже достаточно широко и серьезно разобрана во многих серьезных работах. Доказано уже, что называется, с математической точностью, что американцы не летали на Луну, что это была большая мистификация по договоренности с Советским Союзом. И, в общем-то, программа «Союз Аполлон» была предназначена только для того, чтобы спасти американскую космическую отрасль, чтобы она поддерживала свое дыхание издыхающего до того момента, пока Советский Союз не рухнет и Роскосмос не будет обеспечивать все американские программы, космические программы. Вот, говорить о том, что у Советского Союза не было никаких причин, вернее, не было претензий к Соединенным Штатам, только это вранье, чистейшей воды. Есть конкретный исторический факт, когда наши ВМС первыми перехватили приводнившийся Аполлон, который якобы улетел на Луну, они его перехватили и передали Соединенным Штатам, а этот сам факт передачи был специально зафиксирован и освещен в венгерской печати, специально сделано, что только венгры снимали и сделали репортаж о том, как эту пустую капсулу Аполлона, выловленную в океане, которую якобы с астронавтами на Луне, передали американцам. То есть, сами понимаете, что такая подстраховка в СМИ и перехват вот этой капсулы отнюдь не потому, что не было у СССР претензий. Были претензии, но это были претензии другого порядка, межкорпоративного сговора, обмана. То есть, возьмите нас в свое буржуинство, а чтобы вы не дергались, у нас вот есть квитанция, что вы шулеры, но мы хотим быть вашими. И вот на этом слили Советский Союз, но в буржуинство так и не взяли. Как они были шестерками у глобальной элиты, так и упали еще ниже. С ними вообще сейчас никто не считается. Заставляют отрабатывать определенные управленческие задачи, а потом, когда какие-то претензии, в Лондон сбежали, но и благополучно там помирают, а капиталы у них там все забирают. И здесь кто остался, тоже выполняют-выполняют, а все, что им позволяется, так это с благодарностью принять удар кованого сапога в морду. Так они счастливы. Хозяин отметил, заметил. Так что лунная афера – это одно. Не было никакой высадки, и это доказали лучше всего сами сторонники того, что высадка была. Примеров много, но я приведу один. Значит, поскольку сейчас по спектральному анализу можно определить, каким излучением подверглось то или иное вещество, и можно определить, было что-то на Луне или не было, потому что там спектр излучений совершенно иной, чем на Земле. То есть, что у нас есть лунный грунт. Вот 400 грамм привез Советский Союз, им до сих пор пользуются все научные лаборатории мира. 400 килограмм привезли американцы, ни одна лаборатория мира не изучила ни одного грамма этого. Те отписки и формальные заявления о том, что изучение это прошло, не выдерживает никакого вообще анализа, даже не то, что со стороны науки, а вообще людей, хоть немножко изучавших физику и химию в школе. Потому что американцы, что из них взять? Как учились, вы видите, по госдепу, по другим уровень профессионализма. Вот на уровне этого профессионализма они фальшивки и состряпали, что изучение там что-то произошло. Так вот, есть 400 грамм, это конкретно лунный грунт. Любой предмет, который побывал на Луне, он несет на себе следы вот этих всех излучений. И как раз вот по этой лунной съемке, значит, те, кто доказывал, что на Луне были, добились судебного решения на то, чтобы НАСА выдало на анализ кинопленку, на которую снималась высадка астронавтов на Луне. То есть, пусть она испорчена, пусть она какая, но эта кинопленка несет на себе следы тех излучений, которые есть на Луне. То есть, вот, проанализировали лунный грунт, проанализировали пленку, все, доказательства налицо. Пропали все километры пленки. Вот пришли, открыли, а нету. Как же мы можем представить? Все, что есть, это вот то, что мы в Голливуде наснимали. Так что, вот и весь уровень доказательств, то, что американцы были на Луне. Теперь по Ассанжу. Я уже про это говорил. Поэтому сегодня я про Ассанжа расскажу немножко в другом ракурсе, чтобы было понятно, что за человек Ассанж и его роль в глобальных процессах управления. Итак, вот представьте себе любой субъект федерации, любую страну, вот любую абсолютно. В этой субъекте федерации, в этом стране, в этом государстве есть кланово-корпоративные группировки, которые борются за ресурсное обеспечение именно своей кланово-корпоративной группировки. Они рвутся к власти, захватывают бизнес и все прочее. И средства массовой информации в этой борьбе играют отнюдь не последнюю роль. И всегда появляется такой пропагандистский журналист, режущий правду матку. Он, этот журналист, проводит журналистские расследования и публикует. Вот если этот журналист накопал, действительно провел что-то какое-то расследование и что-то опубликовал, и это не соответствует интересам кланово-корпоративной группировки, к которой он это опубликовал, то печальна судьба такого журналиста. Этот журналист либо моментально исчезнет, либо вообще исчезнет из жизни, либо он исчезнет из этой сферы деятельности, уйдет куда-то, а средство массовой информации, которое допустило оплошность и опубликовало этот материал, под страхом смерти уже больше не интересуется этой темой. Вносим коррекцию, что этот журналист работает в интересах определенно кланово-корпоративной группировки, которая обеспечивает этого журналиста определенной информацией и обеспечивает его защиту как от бандитских групп, так и по отношению к другим кланово-корпоративным группировкам. И все прекрасно это понимают. Наедешь на этого журналиста, ты вызываешь войну этой кланово-корпоративной группировки ровно на том уровне, на каком ты наедешь на этого журналиста. И скрижещат конкуренты с зубами, а сделать ничего не могут. Вот появляются одни разоблачения, другие разоблачения, ничего сделать не могут. Работает этот журналист. Вносим еще одну коррекцию. Разработали такого журналиста, и вот для усиления политического эффекта, экономического, этот журналист, любой, имеющий предысторию работы по сливанию информации под видом журналистских расследований, не имеющий такой истории, найденной вот только сейчас, но он публикует такой забойный материал, который тряханет все общество. И вот он этот материал опубликовал, а на следующий день его, скажем, нашли убитым. И все СМИ, конкуренты, показывают, вот он опубликовал материал по этим, а его теперь убили. Или же, наоборот, не убили, а посадили в тюрьму. То есть, это еще один больший уровень. Теперь смотрим. Глобальные процессы, они управляемы? Управляемы. С надгосударственного уровня мы видим, как минимум, управление Соединенных Штатов, других стран. Вот сейчас, кроме Великобритании, еще и Китай хорошо выходит на надгосударственный уровень. Неужели там эти механизмы не используются? Еще как используются. И что, в мире не исчезают журналисты, которые влезли туда, куда не надо? Еще исчезают. Забыли вот ближайшее событие с Хашоги? Хашкаджи. С другими не так жестоко. Но, тем не менее, журналист, который не имеет такой поддержки, которая может обеспечить ему полную безопасность по отношению к той группировке, которая имеет больший ресурс, он не защищен, он исчезает. Это решается на раз. А если нам нужно раскрутить какой-то объект, ресурс какой-то, и уничтожить какой-то объект управления, то лучше не уничтожить журналиста, а сделать его мучеником, чтобы он вызывал все больше и больше доверия. Находят человека действительно, реально увлеченного. Потому что неувлеченный человек не сможет играть свою роль полностью. Он где-нибудь досломается. Поэтому человек должен быть искренним, увлеченным. И вот нашли Ассанжа. Под него создали ресурс Викиликс. Он сливал такую информацию, что все страны скрежетались зубами и ничего не смогли сделать. Не могли ни экономически задавить, ни физически не исчезли. То есть, мы примеров-то видим, защищают постоянно. А если этот ресурс развивается, значит, он не только кому-то нужен, но он реально обеспечен и финансированием, и защитой, и источниками информации. И поскольку Викиликс требуется, ее использование требуется в глобальных процессах управления, а на повестке дня стоит задача переформатирования Соединенных Штатов, вот вам и пожалуйста. Соединенные Штаты вошли в конфронтацию с одним честным принципиальным журналистом, который создал вот эту независимую сеть, которая сама развивается, она в один момент может прекратить свое существование. Ресурс под названием интернет управляется из Соединенных Штатов. Мировая кредитно-финансовая система способна удушить кого угодно. Спецслужбы любых стран ликвидируют кого угодно и как угодно. Но здесь-то мы видим спектакль такой, что ну просто аж дух захватывает. Но это реальные же страдания человека. Но кто у глобальщиков и вообще по ветхозаветной библейской концепции управления считается с людьми? Взяли человека и всю жизнь ему испортили, гнобят, но на этом делают политический эффект. Раскручивают ресурс и сливают Соединенные Штаты. Вот что происходит. И каждая капля, каждая капля сливаемой информации, она камень точит. И Соединенные Штаты, вот если раньше, вот из всех советских космонавтов только два согласились публично признать, что Соединенные Штаты были на Луне. А чтобы такой вопрос не задали советскому космонавту номер один Юрию Гагарину, вот погиб перед лунной программой над государственным управлением. Так что Соединенные Штаты в процессе переформатирования. И пока что вот подобные сообщения о том, что Соединенные Штаты не были на Луне, да еще с оговорками, публикуются только на ресурсах, ну так скажем, второго плана. А скоро это выйдет и на мейнстримовские телеканалы, и газеты, и вообще ресурсы информационные. И посыпятся, и ученые докажут, и покажут, как было сфальсифицировано по полной программе. Соединенные Штаты, которые типа летали на Луну, только через пять лет собираются иметь двигатели, которые способны снова решить эту задачу. Ну как это называется-то? Ну вы хотя бы, ну просто так вот сопоставить. А пока летают на российских двигателях, как раз созданные под лунную программу. А в Соединенные Штаты такие двигатели собираются создать еще только через пять лет. Назад в будущее. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok